Тут важно сразу определить, чего не делать и что наоборот делать. Вот чего не делать, это не стоит вовлекать в этот гуманитарный кризис, не стоит вовлекать вооруженных миротворцев. У них совершенно другие задачи. Они могут действовать только если наблюдаются какие-то масштабные столкновения войск вооруженных. Вот в этом случае миротворцы имеют мандат. Вовлекать их в эту ситуацию это только усугубить положение, поэтому апелляции к миротворцам бессмысленны. А теперь что делать? Действительно, если люди страдают, не получают доступа к продовольствию, к медикаментам, если есть какие-то другие очевидные ущемления гражданских человеческих прав, то, конечно, должны в первую очередь озаботиться этим депутаты парламента армянского. Вот они бы, конечно, могли обратиться и к своим коллегам в первую очередь в азербайджанском парламенте, и к парламентариям Европы. В Европарламенте должны, на мой взгляд, дневать и ночевать в Брюсселе. То есть вот их здесь какое-то участие более чем уместно. Ну и, конечно, апелляция к международным организациям типа ООН и к Совету Безопасности. В праве Армении это делать, представить туда свои аргументы, подтвержденные какими-то существенными материалами документальными, и настаивать на вмешательстве Совета Безопасности ООН. Правомерное обращение, и я думаю, что ООН может достаточно оперативно этот вопрос рассмотреть, Совет Безопасности ООН. Привлечение какого-то общественного внимания к острейшей гуманитарной проблеме, несомненно, единственный разумный способ поведения в этих обстоятельствах. Единственно разумный.